Всем привет, ребята! Мы тут едем с самого утра. Даню отвели в школу. Едем в Лароку. Как я вчера говорила, нам нужно посмотреть кое-какие вещи и Дане найти курточку. Поехали без него. Думаю, он не выдержит. Если бы мне не надо было по делам и просто ради его курточки, то конечно же мы вместе с ним бы поехали. Но так как у меня куча дел, то мы поедем одни, пожалуй. Ой, тут горы такие красивые. Красота. Да, Даня сегодня пошел. Нормально, нормально. Я бы не сказала, что отлично, но нормально. Без слез. Пошел в школу. Мы немного опоздали и он шел уже с этим сохранником. Ну и с девочкой такой. В последнее время что-то мне вообще не хочется монтировать видео вечером. Мне хочется вечером вообще отдыхать. Поэтому выходят влоги утром или днем. А здесь тоже все такое осеннее. Но там уже поукрашали красиво. Сейчас покажу. Ну да, я думаю тут все светится вечером. Да, красиво. Надо бы вечером. Ага. И даже балкончик вот эти все будет гореть. Все, да, горит. Хотя вроде мне кажется, я уже смотрел в инстаграме фотки Лароки, то уже по-моему все светится. Да? И олени, да. И все деревья. Ну да, потихоньку включаются. Вот там вот олени большие. Сейчас покажу. Люди в шлепках ходят, а? Ага. Вот такие фарши с овчиной. Ага. Ну да. Да, да, да. Вот. Видите, олени здесь тоже светятся красивые такие. Сейчас мы идем в Карл Лагерфельд. Вот такие олененки. Классно. Мы зашли в Starbucks и взяла себе, как его там, как оно? Пралине. Пралине. Как конфетки. И такой вот бутербродик с лососем и сыром наконец-то. Без авокадо. Вот с орешками. Тут тоже обновилось новогоднее все стало. И такой же кофе, как у меня дома. Тут тоже есть. И всем приятного аппетита, кто кушает. Я уже устала, если честно, ходить по магазинам. И так с одного магазина в другой магазин. С одного в другой. Еще и меряю, и фоткаю, и снимаю. В общем, очень весело. И тут такой городок нормальный. Мне нужно было пробежаться полгородка в одну сторону, полгородка в другую сторону. Весело. В общем, сейчас еще зайду. Еще одна девочка у меня просила найти ей маленькие такие под карточки, в общем, кошелечки. Я сейчас зайду тоже посмотрю. И пойдем дальше курточку Дани искать. Здесь такой необычный домик. Красивенько смотрится. Да, украсили так вообще. Красно. Так, мы все ходим. Ходим, ходим. Да, не ищем куртку. Ничего не находим. Зашли везде. Зашли и в Томми. Зашли и в Армании даже заходили. Везде были. В итоге все такое... Такое простое. Простое и не очень удобное даже. Оно как бы давит сильно. Вот если Даня сядет в машину, оно подвернется и будет ну так стоять и давить. А я такого не хочу. Мы хотим какую-то удобную, что ли, одежду. Зашли и в Коламбию. В Коламбии нету ничего. Зашли еще в некоторый магазин. В общем, сейчас последний магазин. Там, где одни детские вещи. Если и здесь не будет, то все. Буду онлайн заказывать. Все, едем уже домой наконец-то. Смотрите, у нас такое солнышко. На улице тепло, тепло. Да, на градуснике 25 градусов. Я так устала. У меня так голова болит и ноги. Я не знаю. Мы находили уже нормальные, я сейчас скажу, 7500 шаров у меня за вот это время, пока мы хотели представлять. И сейчас едем домой уже наконец-то. Не купили мы Дане курточку. Потому что, ну, нашли одну. Она вроде как понравилась, но потом я передумала. Мы хотели приехать вечером за ней, померить ее. Но я передумала. Нам нужно сегодня поехать сделать страху. Сегодня. Да, нам с Дане. И Дане, и мне. Ну, потому что Дане только сделать нельзя. Нужно одному взрослому и ребенку делать. Поэтому нужно сегодня поехать и сделать. Потому что по полгода ждать, это невыносимо. Честно. Хотя я понимаю, что это нужно делать быстрее. Ну, насколько я знаю, с теми проблемами, которые у нас есть, лучше это сделать быстрее. Ну, допустим, у него сейчас перекошено. В общем, одно плечо выше, другое ниже. Одна нога длиннее, другая короче. То есть, либо таз перекосила, да, это там суставы, в общем. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше узнаем, в чем причина, и начнем уже лечение. Чем, допустим, мы полгода одно ждем, полгода второе ждем, уже как бы год прошел. Хотя мы могли бы этот год потратить уже на лечение. Потому что массажи как раз таки делаются курсом целый год. Вот. Ну, это вообще не классно. Еще, скорее всего, да, не нужна будет операция. Не буду рассказывать, какая операция. Ну, в общем, нужна будет. И нам сказали, что это не срочно. Хотя я считаю, что это очень срочно. Ну, прям очень. А у нас запись к хирургу. Еще даже нас не записали. То есть, нас будут записывать сколько-то времени. Потом пришлют нам уведомления. И мы узнаем только через сколько месяцев мы попадем к хирургу. В жирону. В общем, очень весело тут, конечно, с медициной. Но я думаю, если мы сделаем платную страховку, будет все намного быстрее и лучше. И тем более, мы можем по платной страховке в любой момент обратиться к врачу. Попросить его направить нас на анализы. Допустим, вот я не могу допроситься врача, чтобы нам сделали анализ крови на ферритин. Да, на ферритин. В общем, на железо сдать. Нам врач говорит, ну, по симптомам ферритин, типа, в норме. Потому что там глаза там что-то посмотрел. Вообще провел какие-то такие манипуляции. Посмотрел все. И говорит, вроде нормально. Но мне вот это вот не нравится, что вроде бы как. Нужно же узнать обязательно. Поэтому, я думаю, с платной страховкой будет намного легче. Так, заехали домой. Помыла голову. И едем сейчас в банк. Опять. Я уже заколебалась, честно. Я выпила таблетку от головы, чтобы не болело так. Потому что я в шоке. Я сушила волосы, у меня щеки теперь красные, мне так жарко. И мне не понравилось, кстати, как я сегодня высушила их. Потому что они такие как будто пластмассовые спереди. Сильно много нанесла своего средства там для волос. А вот эти беленькие, они просто так вот. Глянь. Они стоят. Они даже не крутятся. Как веничек. Так. Банк оказался закрыт. И мы уже едем за Дани. Были дома. И сейчас уже едем за Дани. Так как уже время его забирать. Пора. У меня как раз волосы досохли. Сами по себе. Хотя бы не простужим. А мы собрались ехать все в магазин. Хотим поехать в Зару. Раз уж мы не нашли подходящего ничего. Вот. Я надела буховик. На улице холодно. Но буховик у меня очень тонкий. По рукавам видно вот такой тоненький. Поэтому я думаю мне будет не жарко. Я надела сумочку свою такую. Даня тоже в курточке. Ола. 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 Пойдем сейчас. Там снимать нельзя. Прямо сразу написано. Нельзя. Поэтому я только буду в Заре снимать. Покажу вам что мы хотим. Есть ли это вообще здесь. Что это? А Деда Мороз. Пока. Здесь мы в этом Зара Холмс. Очень красивые игрушечки. Украшения тут. Красивенько тут все. Так. Веночек такой. Вот так. Тут все такое золотое с серебром. Ну или все золотое. Красивый паровозик такой. И домики эти тоже классные. А тут уже полноценная елочка. Такая. С подарочками. Ну смотри. Классно смотрится. Еще шея закрыта полностью. Классно. На заде разносит на которую ты смотрела лучше. Чем я. Она не такая. Она... Ну она не такая длинная. Да. Ну не знаю. Прикольная конечно. Классно. Пока смотрим. А что тебе не нравится? Как с кепкой. Мне кажется крутая. Цвет хороший. Тебе хорошо сидит. Мне нравится вообще. Да. какой. Кабанчик. Да. Кабанчик. Она еще термо. Еще вот такие свитерочки нашли красивенькие. Сейчас померяю Даня. Такие классные. Взяли такую курточку. Покажи. Вот которую он мерял. Она термо. Еще вот такой козырек. Классная. Да. Хотя мне та понравилась тем, что там застежка вот тут. Такая. А ты видела как она застегивает? Все равно. Да. Выбрал вот этот. Да? Красавчик. Мне так нравятся свитерки. Я Даня почти никогда не покупала свитера. А тут мне так захотелось. Какой-то мягенький красивый свитер. Этот вообще супер мягкий свитерок. Очень приятный. Такой к телу. Но Даня его не захотел. Потому что он такой темный. А мы зашли в KFC. Взяли. Давно не были вообще в Украине последний раз. Взяли такие вот курочку. И я себе бургер взяла. Ой какой красивый. Классный такой бургер. Так. В общем сейчас будем кушать. И всем приятного аппетита. Кто кушает. Так. Все. Мы уже дома. Наконец-то. Даня уснул. Вовремя. Вообще класс. Что он засыпает. Вовремя. Кэссичка тут лежит. Молча. Молча. Да. Я тоже. Класс. Удивительно. Он до этого нам просто всегда перед сном. Он начинал вредничать. Специально себя разыгрывал. Сильно активным был. Ну это чтобы не спать. Да. И потом не мог уснуть долго. И мы постоянно его ругали. Говорили давай спать. Сейчас мы сходили к врачу. Врач сказал что нужно обязательно ложиться вовремя спать. И он походу это понял. И я ему постоянно у нас как игра говорю. Давай давай давай. Я говорю нам надо успеть. Надо скорее скорее. Давай лечь надо спать. И все. И он идет быстренько в кроватку и ложится. Я говорю нужно успеть до 10 уснуть. Он такой хоп лег сразу. Отвернулся. Молча. Вообще абсолютно нет. Я отвернулась от него. Он от меня. Мы всегда просто. Я с ним ложусь. И отворачиваюсь в одну сторону. А он в другую любит спать в сторону. И мы всегда так от друг друга отворачиваемся. И все. Он спит. Ну вот. Так что будем с вами прощаться. У нас завтра. Нам нужно будет поехать машину отхимчистить. Поэтому завтра мы будем 4 часа гулять в другом городе. Даже мы там не были. Нет. Мы там даже не были. Поэтому мы будем целых 4 часа гулять. Вот такие вот дела. Поэтому все ребята. Увидимся с вами завтра. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода